7 мяса с вами павел мясник и мы продолжаем проходить fallout 1 и в прошлой серии игра меня подвела и вылетела как раз после того момента как меня убили в тестовом режиме я решил потестить как работает воровство первый раз у меня не получилось даже несмотря на то что 40 процентный шанс но по идее в сумме каждый третий раз должно получаться мне просто интересно дается ли здесь опыт за воровство плюс 10 за успешное применение навыка кражи то есть вот так вот ни хрена себе то есть принципе билд на воровство здесь довольно читерно как меди типы оттуда доставали интересно а это занавески а я думал меня значит у меня через занавески стрелял правильно высокого кореностого человека здорово приятель похоже ты здесь первый раз как тебя зовут урх извини меня от времени на всяких придурков понятненько понятненько то есть здесь можно разжиться крышками просто воруя у людей различные шмот да то есть если я например буду сохраняться загружаться может быть что-нибудь и получится из этого правильно так но обычные мписи шки они ничего хорошего не приносят опыта по 10 штук как бы не очень много но тем не менее все равно но тут 5 например крышек до вас поймали а вот он меня поймал например остальные час тоже на меня согреться получается или они слепые не видят ни хрена не они заметили ну понятно короче с двух выстрелов я наверно и умру да подожди да я это то выйду в меню и выйду вообще отсюда вот тебе превосходно частная ровни то же самое скажут про пустошь и про прочую фигню вот я получил за 12 крышек 10 опыта а за 5 крышек или это здесь ни на что не влияет ваши кости отполировал ветер пустыни теперь ваше убежище погибнет как погибли вы а тут даже разные слова диктор произносит и вот после этого у меня как бы игра вылетела но сейчас все произошло нормально то есть в целом имеет смысл вообще качать билд на воровство если будет такой у меня интерес к этому делу создавать вора потому что тогда можно будет вообще всех ограбить кого только можно и получится довольно серьезный билд тем более воровство я могу вообще прокачать так как она у меня один из излюбленных навыков ну 63 крышки такое количество я не знаю сколько там охренеть но опыта по ходу дают одинаково но в любом случае имеет смысл вот этим заниматься потому что лишние крышки лишние медикаменты по ходу здесь вообще можно все украсть при определенном уровне и поэтому прокачать вот это все крышечное великолепие я думаю стоит так как конечно это все немножко геморрой на но с таким шансом как у меня если у меня шанс например будет побольше чтобы не париться с этой фигней плюс я если буду получать еще больше единиц опыта за всю вот эту вот фигню 3 а почему 3 то есть я его обворовал и он даже теперь и стрелять не сможет ни хрена себе мега вор называется билд можно будет воровство реально прокачать и наверное даже за тупого персонажа что-нибудь да получится потому что на воровстве по ходу тут но получается довольно какое-то непонятное читерство но вот пистолет например не получилось и сразу же я получаю в табло и остановить не получается потому что у него патронов нету а он без рук вот ногами и херачит довольно больно как я вижу нету смысла с ним дальше драться наверно пистолет навряд ли получится украсть но просто интересное что не проверил мне давали постоянно опыт за отдельное воровство или за конкретное что-то вот этот момент я как бы не приметил для себя но по ходу как и в санитарах подземелья это вообще какое-то читерство ну так оно и получается вы сами все видите так а быстрые сохранения интересуют какие-нибудь есть или нету так 10 опыта но наверное имеет смысл реально по одному воровать чтобы больше опыта получать но так как у меня слишком мало дается за все это плюс 10 то есть но я реально могу их всех просто облутать интересно конечно опыта дают сбалансированное количество но возможно при высоком интеллекте если создать какой-нибудь build получится что-то стоящее возможно ну по 6 крыша конечно это не серьезно это вообще можно сказать ни о чем но дополнительный опыт все-таки неплохо но мне интересно если что-нибудь у детей вот просто проверить детей сейчас и попробовать конечно двигаться дальше по сюжету я украл немножко еще стимуляторов что не может меня не радовать соответственно так кража и аж его по моему не обкрадывал еще они на меня не реагируют вообще никак то что я к нему подхожу тут с ними су и чусь а ну-ка собаку могу обворовать собаку навряд ли на инвентаре собаки все равно есть как бы ну наверно может быть и у детей то же самое в общем посмотрим мопа веревочка а этот предмет мне кстати очень даже сильно нужен вас поймали а его пушки я не могу забрать никак жаль зато веревку своровал веревка довольно нужное для меня приспособлением чтобы спуститься в помещение из неудавшейся серии тут на воровстве походу можно вообще не париться ни хрена чисто опыт зарабатывать обнося весь город этот шэнди спинкс шэнди херинск но это какой-то не знаю я вообще хочу попробовать если конечно интерес к данному прохождению будет попробовать создать билд настоящего бога фоллаута который будет всех убивать всех мочить но в принципе и такого воровства хватает чтобы обворовывать весь город я не знаю у кого-то будет ли противодействие или нет но 40 процентов вполне достаточно но можно чтобы с этими загрузками не страдать на сто процентов пихнуть проверить стопроцентный билд стопроцентный билд воровства до удачного дня тебе спасибо тоже ты похож конечно на труп но у тебя есть крышечки да вы посмотрите можно это колонна экспонат на площади шэнди сенс изображение изображение на ней служит для того чтобы напоминать людям о надежде и мире я еще детей не проверял это что за камни у вас поймали при краже камень но ребенок атаковать не стал решил меня нора пощадить но он скорее всего рассказывал бы это все взрослым поэтому тут так себе моментики вы не можете туда попасть это хорошо сколько у меня компонентов есть 163 крышки 4 этих веревочка ну просто превосходно первая помощь мне сейчас не не нужна как дела пока не родила так 5 крышек но камни я не знаю кстати вообще мне нужно найти торговца хоть кому-то чё-то как-то сбагрить продать купить закупить просто сейчас в данном случае интерес такой можно ли играя чисто ближним боем выжить в этой игре и как бы разносить всех и вся в пух и прах 10 10 опыта я думаю что можно но опять же думать не знать поэтому можно конечно сэкономить на очках и чисто пользоваться преимуществом сейв лада постоянно вот так вот загружаться сохраняться туда можно и в казино деньги поднимают тут я вроде как читал что есть какие-то казино что игра вообще довольно таки интересная в этом плане разносторонняя ну я поднял немножко бабла блеха муха надо сразу вот так вот нажимать так крестьяне но крестьяне я их не собираюсь убивать вообще можно конечно наверно сразу и весь город перебить но в этом нет какой-либо необходимости если такова и имелось это можно было сделать сейчас мне нужно просто избавиться от всего но 40 процентов достаточно я думаю для воровства как в принципе наверно вообще 40 процентов тут достаточно для всего чтобы попадать обыскали книжные полки а чё тут есть да ладно спешалы есть книга скаута дает множество сведений о жизни вне городов а то есть вот тогда она читается вы знаете много нового о том как выжить в пустошах я прочитал книгу и что я узнал я вот на 1 например ничего и также я продолжаю получать урон от яда который не хочет не как нивелироваться да и ничем между прочим сутки сменяются по ходу время идет и на карте поэтому стоит поспешить так как времени остается не то чтобы много не то чтобы мало уровень наверно здесь можно неплохой поднять вот по итогу посмотрим что есть здесь у людей я вообще не видел еще сундуков наверное нужно просто подходить немножко поближе и могу ли я умереть от яда в принципе моя выносливость должна позволять мне выживать в определенных условиях 15 крышек а крышки что-то тоже да весят по моему по 10 опыта дают за крышки по 30 давали за какие-то предметы да в городах наверно придется вот такой фигней заниматься чтоб не на все хватало все таки все таки все таки воросту то я не зря прокачал правильно пока меня еще даже с таким как бы не ловят но возможно что дает вообще кража надо прочитать но и либо просто проценты либо может быть еще опыт увеличить тогда конечно есть какой-то смысл и и например дальше прокачивая так как мы видим 40 процентов хватает но и рукопашный бой больше ста зачем он мне например нужен ну вот просто зачем да вот ребенок меня сразу ловит на краже камня нему очень жалко этот камень камнем я так понимаю можно кидаться это является скорее всего как я предполагаю обычным метательным оружием ну вот стоимость у него есть хоть какая-нибудь если его можно поменять на крышке то в принципе это довольно неплохо ну и ребенок он самый чуткий наверное его карманная кража выше моей и не хочет он не давать украсть у себя камень вообще никак не хочет мне что-то давать так как интересно как интересно ребенок полностью нивелирует все мои способности да все мои способности нивелирует ребенок не такой ей хороший карманный вор получается еще будет удобно узнать если камень ничего не стоит но в принципе кидать в монстров агрить их таким вот способом а это что такое привет прости но я себя сейчас не очень хорошо чувствую если ты можешь помочь найти способ сражаться рад скорпионами пожалуйста поговори с моим братом с этом а это был типа как квест а вот есть еще полки обыскали не трогай не трогай пожалуйста не трогай мои вещи а вот оно в чем дело я понял тогда давайте использовать скрытность используется сейчас скрытность или нет как нет это проверить приходи утром дай поспать хоть ночью но у меня появилось то что мне нужно это бомжи в обычные жители он при скрытности наверное каких-то шансов больше кому-то там подкрасться еще что-то я просто еще не знаю я скормлю тебя собакам интересно вот например я его сейчас убью кто меня там еще видел погоди уж я тебя достану ну короче чувствительность тут у всего города сумасшедший по ходу весь город сразу если я кого-то что-то с ним делаю весь город тут же на меня накидываются охранные собаки и прочее 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 так как у них действий больше их больше ну смысла на первых уровнях драться с городом никакого нету тем более ради пяти крышек так у меня есть способность откатываться во времени как бы это все пропустить чтобы я уже мог перезагрузиться я и так понимаю что я это не вывезу даже если буду бежать отсюда со всех ног ну видать придется смерть пережить после особенно такого вот крита да жаль нельзя конечно сразу пропускать эти ходы но выходить в меню раньше времени и прочее ну посмотрим что он новенького скажет ваша жизнь закончилась в пустыне а и все то есть пока мы слышали три реплики смерти я понял ну тестируем возможности игры тестируем что нам дадут эти крышки я в любом случае на них то ничего и купить в принципе то не смогу потому что оружие использовать не планирую вообще ну соответственно так это я понял здесь на меня тип согрелся ради пяти крышек а где здесь торговцы мне нужны просто обычные торговцы чтобы что-то сделать у него теперь и нож появился или это немножко другой паренек вот чем интерес три ножа так 30 то есть за крышки по 10 за предметы по 30 как интересно как интересно так но веревку должен был дать сет ну так как я говорить не умею походу мне квесты вообще никакие не светят что ли да то есть я не смогу ничего качать получается а вот он тип который очень хорошо палит все мои действия как и сейчас все это но это жопа просто я не успел наверное другие меня пока не спалили поэтому мне немножечко вот так вот повезло но у кого меньше крышек те более чутки у них развита интуиция возможно даже открыт третий глаз из жопы превосходно по опыту у меня не очень сейчас много да так он тоже должен быть торговец поселение это не очень большой и вроде как я не был еще вот здесь вот здесь я был он то здание не обследовал сейчас обследуем с братом с этом то сестра сета была я это понял так кровати я могу поспать например вы видите кровати какие у меня действия с ней вы видите танди 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 подожди танди привет я слышала в городе появился путешественник но я была мало скептически настроена пока не увидела тебя меня зовут танди а тебя охренеть еще озвученная с анимацией нормально так и такие диалоги есть то начито квестовый персонаж чего а я ж не могу не понятно я ж не могу ни с кем разговаривать а по идее должна была мне дать какой-нибудь квест да это еще кто арандэша короче я понял ни с кем не поговорить никакие квесты не взять некогда разговаривать пахнет вкусно спасибо думаю тебе понравится расскажу о своим друзьям вот так вот то есть за тупого персонажа проходить не очень интересно это я понял хорошо интереса нет квесты непроходимые понятная задача у нас только одна это добыть чип с водой все пять так ну две успешные 30 одесса но плюс 2 по 30 это или плюс одно по 30 если смысл по одному ворвать но хотя опыт можно фармить здесь до бесконечности на случайных событиях как бы опыт я так понимаю тут не особо важен и воровство нужно только для того чтобы например украсть какие-либо ценные вещи они всякую херню хорошо это я понял просто сколько крышек нужно для того чтобы чувствовать себя комфортно пока я не увидел хотя бы одного торговца этого мне не понять а барахло то нужно где-то скидывать и если я например скину что-нибудь в сундук или еще куда-нибудь так будут наверно за общее до количество но определенно дается и лучше нора воровать по одному но если был бы для меня опыт важен я б наверно так и дел а так в принципе как такового как такого опыта важности нету можно на фармить сколько угодно плюс еще тут использовать рад скорпионов так ну сорока процентов достаточно чтобы вот этих обворовывать дальше конечно не знаю как а врачу будет вообще ну проверить можно тут наверное есть города и покрупнее вас поймали но я успел то есть нужно всегда держать руку на пульсе чтобы успевать перезагружаться и потом со всеми ними не драться так копьем кстати попробовать может еще с копьем походить может все таки в рукопашку это не самая лучшая возможность драться не успел а тут на месяц вся деревня сагрится опять не повезло попробовать копьем походить я не знаю как бы кулаками вроде он тоже неплохо наносит но там наверно нужно их еще прокачивать там да я не знаю до какого беспредела но копье он отдавать не в при какую ни в каких обстоятельствах не хочет хоть крышки он и легко отдал но видать на копье там какой-то стоит модификатор так как она у него экипирована в руках получается а при хорошей скрытности так понимаю и хорошем воровстве можно вообще пробраться на вражескую базу и просто у всех собрать оружие и получается любой супер мощный враг становится ну просто голожопом получается по-моему так то можно холодное оружие будет сейчас вкачать потому что то и так до сотки довела выше сотки какой смысл если стоит а максимуму там может быть есть конечно какая-то непонятная возможность хрен его знает надо подумать теперь он не хочет нож атакова отдавать потому что экипировал нож ну все нож он мне отдал я еще не обворовал танди шанди херанди так смотрим инвентарь так 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 в с внешность а сейчас наверно ночь почему у меня все и поднялась это нам не уровень имеет смысл ночью поднимать наверно всего сто двадцать пять где вес глянуть но это мой инвентарь а как мне понять что он заполнен или не заполнен потому что я не могу понять сколько я еще например могу унести всего сто двадцать пять это будет он вот это уменьшаться или как как и там не определить например видите копьем вариант алибарды рука деревянная а наконечник стальной весит четыре фунтов минимальная сила четыре ну давай место ёптвою мать где она вот она и валяется да хоть какая-то анимация есть дай мне моё копьем затестим просто я хочу затестить за место кастета все-таки копье 315 db2 нет предмета урон без оружия от одного и до семи а тут три пятнадцать если вот так то кастет два десять тут три пятнадцать если кастеты получше найду тогда будет иметь смысл что-то и так сделать хотя хрен его знает надо посмотреть в любом случае давай подойдем к этой василисе прекрасной попробуем ее обшмонать 12 крышек но самое главное что у нее есть стимулятор который мне нужен но которая на всеми силами и не силами не хочет мне отдавать но ни в какую ну хорошо в любом случае время на моей стороне я повелитель так сказать временных всех петель поэтому но вряд ли у него хоть что-нибудь получено значит навыки чтоб работали я так понял по воровству нужно нужно больше десяти точнее не больше 10 а больше 30 ну хотя бы 40 при 40 уже они срабатывают нормально если ниже то срабатывают ну как видели мы с первой помощи у которой 22 срабатывают как-то не очень хорошо потому что 22 это не значит что каждый четвертый раз или каждый пятый это значит что один раз из пяти у вас будет удачный ну за бабу никто не захотел заступиться мне просто повезло значит я смогу у нее все отжать но в любом случае с кем не торговать или тупой персона нет я аж проверял где-то были торговцы и у меня получалось с кем-то даже пересечься поторговать опять меня поймали но уже с критом мне нужна более серьезная броня это уже и так понятно желательно не знаю желательно лучше чем вот что-то вот из этого то что я сейчас на шум чтобы ну хоть какая-то была защита все-таки но она вообще ни в какую не хочет отдавать эти 10 крышек но никак а я ни в какую не хочу ее отпускать с этими десятью крышками поэтому тут у нас какая-то какая-то патовая ситуация возникает и она не хочет расставаться с бабками я не хочу ее отпускать с этими бабками они мне вроде как и не нужны и не понятно куда их тратить и вообще непонятно для чего это создано прохождение но у меня игра затягивает вот этой вот фигней я такой же хренью занимался в санитарах подземелья которые мне потом в итоге надоели я их так до конца и не до проходил там было интересно сюжет и все но прокачка была там деревянная просто не вне в моготу я чисто для теста сделал себе бесконечные статы там даже ролик один есть который так и называется бесконечные статы санитарах подземелье кому интересно можете глянуть но вообще ничего не меняется хоть 200 процентов хоть 300 воровство не везде работает как бы прокачиваешь оружие или рукопашный бой ни на что не влияет и вот здесь я смотрю как-то она видать больше ста процентов тоже ни на что особо влиять скорее всего не будет потому что вот эта вся система скиллс она поломана и от нее потом в третьем фоллауте фоллауте нью-вегас и в четвертом но в основном отказались потому что как она работает например я не понимаю ну то есть если выкрутить ну конечно здесь может быть по-другому никак в санитарах все поломано но я еще не проверил я вот до ста процентов докачал кулаки и что-то определенно чтобы изменилась я на рад скорпионах проверял но как-то я например лично не заметил чтобы что-то хоть поменялось хорошо мы не проверяли еще где-то вот здесь вот один домик одинокий стоит но почему в таком большом поселении нету ни одного таргариана у кого мне сбагривать вещи или мне искать по карте бегать прыгать а одно это местный я так понимаю сортирчик санитарах подземелья мы там клад искали до грубой но делающий свое дело унитаз дыру брошено несколько листьев чтобы не так воняло ну да тут наверно вас с канализацией и вообще беда но возможно кто здесь и торговал как бы но так как у меня персонаж с нулейшим интеллектом ему ничего особо и не светит правильно я понимаю ну давай попробуем кстати вне боя например применить первую помощь 22 процента я лечу час по одному хп ну может она кстати и в процентном соотношении лечит все-таки тогда тут будет немножко наверно как-то получше да вот это только зачем экран этот перелистывать хрен его знает вы остановили 5 здоровья но уже кстати получше может не всегда так сейчас секундочку прирусь итак здесь вроде бы все обследовали больше ходить особо то и некуда все дома все шкафы книги прочитали квестов никаких не получили потому что получить невозможно но по ходу что нужно именно крат скорпионам и скорее всего не зная текста на раз а потом долгие диалоги тарат для быстрого спидрана еще подходит я даже не знаю для чего вообще сделано данное прохождение кому она может вообще помочь но тем не менее с рад скорпионы я попробовал поставить копье но что-то его здесь я не вижу неужели я вот она попробуем подействовать с копьем попробуем подействовать с копьем где зачистили мутантов радых скорпионов они не обновились я этому тоже рад хотя можно было и фармиться до бесконечности в принципе на этих самых скорпионах но сейчас по одному здесь попробуем повыманивать подойдем так чтобы он меня видел эй чертовщина а там второй где-то долазит он тоже может потом ара-ра вот это я близко подошел к сожалению по щам еще успел отхватить но посмотрим теряя здоровье 3 теряя здоровье 8 не хватает очков действия подходит 8 до а так тут вообще у меня я не знаю что случилось я не на него принес ни одного заметного урона но вообще по нему никакого то бишь то есть кулаками его даже и не пробил это очень это очень интересно почему так вообще произошло хоть копье написано 315 но кулаками вообще не бью получается копьем бью максимум на 8 интересно давай чуть отойдем то почему я не могу от него уйти сейчас с каждым ходом на один ход я конечно отхожу но ненамного все равно довольно близко так я по себе еще не попал сейчас он меня может еще и догонит хрен его знает сейчас посмотрим тут конечно нужно ай-яй-яй-яй-яй хотя по идее мне вообще должно хватить от d4 давай ка на хрен уберем попробуем сейчас например с пистолета вот да и хоть и 5 но как интересно промах сейчас еще раз да выстрелит ну по 10 тоже не вариант сейчас меня еще какой-то жалкий скорпион убьет да попробуем с ножа а вот d3 но мне в любом случае желательно бы конечно подхилиться но я навряд ли успею еще от него уйти сейчас посмотрим в принципе чтобы далеко не ходить давай ка еще один ход туда переждем тут я вообще кулаками его не пробиваю то есть то есть он еще и на краполе был ну превосходно а я тут так очковал ну да ладно короче попробуем конечно кулаками сейчас подраться чистыми да закрываю этот бой 110 опыта а сколько там до перехода вообще-то нужно 3000 3000 до уже конечно немного и немало так давай ка его согреем где-нибудь здесь подошел поближе и это что за цель недосягаемость ладно хрен с ним 5 не хватает очков действия 3 давай чуть развернемся к нему спиной чтоб критануться подожди я не понял а как у меня получилось из боя выйти так вот или он интересно а сколько у него всего здоровья получается у этого рад скорпиона довольно большой пацанчик и дамажит сильно то есть кулаками кулаками довольно тяжело что-то сделать но тем не менее возможно по моему я там еще хвост не собрал где там был 110 опыта да ну 110 это уже неплохо то не гони зачем то зачем мне в него внутрь попадать давай просто мне она я хвост получается забрал так мне бы еще и шмоточки сменить для полного кайфа и все-таки интересно сколько там их еще надо убить на пол моих было довольно таки много может даже какие-то за стенами прячутся сейчас мы это все выясним по одному будем выманивать эту всю шушеру я честно не знаю как бы мне например сделать какой-то режим ожидания так по идее должен быть какой-то режим ожидания где это ожидание находится я к сожалению не знаю кстати возможно у меня здесь повысился навык от книги вполне возможно так оно и есть так карма способностью убита мужской навыки 141 день я не могу понять должно быть ожидание по идее но я не вижу просто вот за время как бы отхиливать хп не тратя при этом ничего на это но чё-то у меня так не получается максимум на который я себе тут отхилить смогу это вообще и вот у меня например не получается исцеление 141 день остался я еще толком ничего не сделал тут каких-то скорпионов рассматриваем а тут я знаю что есть какие-то интересные фишки со временем то есть чем раньше чем позже там на какое-то определенное место придешь тем могут что-то измениться какое-то поселение вообще могут стереть там с лица земли ну я вот так вот читал смотрел но не знаю насколько это достоверная информация но тем не менее такая информация у меня имеется так я не знаю хватит ли мне наворованных шприцов чтобы тут закончить полностью с рад скорпионами но в итоге мы это все увидим посмотрим к чему это все приведет но у меня практически full предлагаю немножко продвинуться но я вроде не в режиме скрытности а превосходно один согрелся отводим его на безопасное расстояние я сразу выхожу из режима боя цели довольно много скажу я вам и возможно мне даже и не хватит моментов чтобы это все закончить так вот так вот у меня должно хватить чтобы он ко мне подошел я его четко без затрат уебал да запомним 3 я правда тут не досмотрел немножко я могу вот так например по ударам наносить и постоянно его подводить и вообще не терять хп то есть есть и такая возможность вообще то 3 я потратил 6 чтобы отойти он подходит я его убью а ну давайте попробуем получится ли такая стратегия стратегия ни хрена себе то есть я могу совершенно не тратить хп правильно у меня на данный момент максимальное количество од промах вот так не может не хватить то можно попробовать уже добить х ни хрена не получается поспешил а че он такой мощный свой смотри ничь на серьезная рана ну и толку от того что она нанесена не это хрена чисто в а такой бой с ними вступать но это без без понтов т сколько надо ударов нанести чисто в кулачном бою чтобы чего-то добиться вообще как-то мне не то не нравится с кастетом было получше по кастет он хотя бы имеет какое-то свойство на пробитие как мне кажется и все равно несет что-то интересное в это все подожди ты так ходить в режиме боя давай сагрим еще одного ишака он от меня на таком вот расстоянии пропускаем не хочет где-то вот такое расстояние я считаю безопасным по идее а надо было просто пропустить один ход есть получает удар без какого-либо урона это хреново и даже несмотря на то что на сто процентов оно прокачано на 200 процентов он не знаю но ни в какую не хочет получать урон вообще вот было бы логично если например кулаками у д тратилась там по единице я не знаю тогда какой-то смысл был бы в этом всем а так но я по крайней мере в этом всем смысла не вижу но зато я нашел способ как в принципе можно с ними драться и вычищать сразу целыми табунами особенно если у меня будет доставать силушки богатырской для этого всего дела по 5 урона получает посмотрим что изменится с прокачкой 7 урона ну тут хотя бы так пока кулаками он вообще не хотел наносить и пробивать какую-либо броню вот такая же с одной стороны логично он туда зачем нам давать и вот эту всю прокачку в принципе кастетом он хотя бы что-то наносит а и вот кастет я не уверен что он относится не к холодному оружию поэтому я думаю что нужно до сотки подтягивать все-таки и другие навыки по крайней мере это мое личное мнение как оно есть на самом деле я не знаю не уверен но тем не менее таким способом я зачищу от рад скорпионов все это местности и пройду можно сказать ну по крайней мере вот этот эпизод я думаю где-то на пять шагов можно отойти о чем не захотел приближаться а он чего-то ебанутый я не могу понять ну вроде сейчас идет да продолжаем наносить удары одно очко здоровья то это бесполезно сейчас с ним драться но главное что он ко мне подошел вплотную на момент удара и я так как превышаю его на целых три очка действия у меня получается конечно у кого будет больше очков действий такая фишка здесь не получится тут наверно от их прокачки тоже много чего зависит а рад скорпионы я так понимаю это не самые топовые враги ведь есть тут еще и супер мутанты наверное как и в третьем фоллауте в четвертом когти смерти и прочее с этими монстрюгами ну просто нереально будут драться голыми руками но я хочу все таки это проверить но не уверен что получится честно потому что игра все таки заточена больше под реализм чтобы была возможность какая-то ну правильно использовать оружие броню а ну кулачный бой это так вот что где-то над кем-то может слабым противником поиздеваться а не для того чтобы проходить игру но вполне возможно что такая возможность была это мы и собираемся выяснить без какого-либо урона то есть его панцирь позволяет игнорировать урон и мне нужен точно такой же панцирь почему бы не снять с него шкуру и не сделать броню скорпиона и стать человеком скорпионом аля какой-нибудь скорпион из спайдермена было бы неплохо да с хвостом совсем тем более можно было пьяд перерабатывать там наносить на нож и уже по урон от ближнего боя мог быть бы обосновано больше смазывать кастет придумай какие-нибудь когти для ближнего боя чтобы наносить там режущий урон ну как бы не знаю будет ли предоставлять игра такой вот и крыш бойца ближнего боя как как какой-нибудь как какой-нибудь блин прямо из головы вылетел персонажа кеншира кеншира да вот стиль хакута шинкен бы сюда запихнуть и вот тогда проблем с прохождением данной игры не было и не пришлось бы ходить и бегать и вокруг да около мимо вот всего этого скорпион его дерьма но я так понимаю что если здесь играть каким-нибудь снайпером с кучей патронов и правильно контролировать очки действия то получается имба которая не получает урона совсем ни от кого но единственно конечно там уж прям сильно далекие враги с другие снайперы конечно будут доставать но таких вот рад скорпионов или у кого-нибудь других с маленьким очком действия очком да с маленьким именно очком не будет никаких шансов против нашего большого очка вот такие вот пироги и дела не знаю даст ли мне что-то вот это вот зачистка этого подземелья сейчас мы это проверим я кстати пока есть возможность я хочу попробовать все-таки режим скрытности скрытность включена он меня не видит я подбираюсь я подбираюсь а я не понял я в режиме скрытности и не нанес ни черта а какой тогда в этом смысл хрен его знает может а чтоб воровство получалось лучше интересно 13 критическое ранение нанесена серьезная рана хрен его знает но если дальше прокачать рукопашный бой может быть что-то и получится если чисто все впихивать в рукопашку я просто не знаю кастеты относятся все-таки к рукопашки скорее всего правильно что-то как бы ну я вроде какой-то стиль там применяю голыми кулаками 500 единиц опыта за то что остановили рад скорпиона типа квест выполнен неплохо а он не на равнограду должен был дать веревку рассказать что-нибудь там интересного о жизни выпить со мной пивка но как он видит что персонаж откровенно долбоеб ничего из этого путного не выходит да как интересно значит следующей серии отправимся уже в убежище с 15 попробуем все там сделать вот он сказал что они оттуда сбежали зачем-то я понял уже зачем они сбежали потому что там случилось просто раньше мне было непонятно почему убежище 15 так развороченные кто его разворотил на тут они более-менее прояснили в диалоге что жить-то стало невозможно как-то она там персонаж предыдущей серии помощи на там говорил про это убежище сетка выхода на это хорошо что я вижу но ты будешь там вообще бежать передвигаться хоть чуть-чуть быстрее скажи мне друг где ты вообще делся вообще стоит и шаг ташнана берет и стоит а почему 110 500 и в итоге в итоге 2 590 и скоро следующий уровень а какой тут максимальный уровень это вопрос хороший нам небо сменить комбез потому что это что-то но нереальное да рад скорпионы остановлены в город они к вам не пожалуют даже корову сожрали а я по-прежнему продолжаю получать урон от яда шэнди сэнас так когда у меня эффект от яда пройдет и что не могу понять у меня вроде бы повышенный метаболизм весь наш городок благодарить тебя за то что ты уничтожил рад скорпиона спасибо тебе квест я же не получал безоружно пожалуйста спрячь оружие ну вроде как бы просто с кастетом хожу разве не так дверной проем я вот стал героем можно сказать города будут ли со мной о чем-нибудь раз говорят другие люди как я зовут понятно так бы может быть что-то бы и получилось за того что не хватает мне немного интеллекта ничего у нас с ним никакой диалог не выходит а возможно он бы давал какие-нибудь квесты другие то есть но я по факту скорее всего у такого персонажа которого я создал но не получится спасти не то чтобы убежище самого себя от гибели в пустыне видим стену ничего необычного не видим вообще тут интересный мир если наверное его немножко изучить скорее всего получится что-то необычное интересное так это стена это что-то не то так чем я могу помочь шкарпинь шкарпинь да не взглянуть на хвостатый мешочек вода я могу его использовать чего ничего не понимаю вот возьми как бесплатный образец должно неплохо работать против укусов рад скорпионов но у этого лекарства и значительные потенциалы в случае обычных отравлений получите урон от яда получит 250 единиц опытов за помощь приготовлении противоядие интересно шкарпинь шкарпинь интересно и чем не опыт еще будут давать или нет мне интересно когда я закончу получать урон от яда вот чем интересно я понял то есть из этих я могу делать противоядие как она выглядит где она то есть но мне интересно пройдет ли у меня сама это все это мы посмотрим но очень долго мне делать до луки думать соведал бромина с большим числом мозговых клеток чем у тебя но и посмотрим что у тебя болит посмотрим тут у великий бромин тоже серьезность тебя 50 мои дать тебе 50 крышек не я понял то есть это местный лекарь и он мне делает получается бесплатно да из хвостов из хвостов рад скорпиона противоядие но я думаю имеет смысл полностью переработать это все потому что очень долго проходит моя регенерация я не понимаю у меня повышенный метаболизм а повышенный метаболизм ни хрена не работает как здесь вообще что-то ждать или пережидать я чё-то не могу вкурить вообще и очень долго эти менюшки и открываются не знаю честно не знаю что здесь вообще как больно и опять вечер дай поспать но наверно там жена разла но жена разла она не представляет никакого интереса поэтому северный зверь он не называет я понял вы видите маленького ребенка но сюда можете вообще никогда не вернусь думаю можно будет и у других людей делать противоядие это как бы не такая большая проблема по крайней мере я так думаю так мы здесь вроде бы как все здесь вроде бы как все поэтому можно спокойно я думаю отправляться туда и вообще надо выяснить как все таки здесь фильтр ругания включить насмешки в бою задержка давай быстрее это что будет интересно значить ху-ху-ху он так стал чуть чуть быстрее по моему да я рад что вы меня конечно благодарите но мне бы еще опыта немного побольше да сколько там осталось но вообще чуть-чуть там парочку наверно монстров убить и все скорее всего да но это что я как бы тупой я даже не знаю что мне нужно мне там уже я когда сюда ходил мне написали что нужна веревка потому что даже не знал что это поселение у меня есть неудавшаяся серия но я не думаю что ее стоит вообще выкладывать и что она будет кому либо интересно но тем не менее мне нужно посетить это убежище мы из диалогов которые были выяснили что там сбежали они с 15 а блядь а кстати по карте передвижения быстрее восстанавливать по моему это жопа но это просто ну что это такое это мне что все рад скорпионы решили отомстить разом за все грехи но это что такое почему 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 я не могу перебраться это что за хуйня а сохранялся я хрен знает когда ну все но он застрял вот в текстуре вот он это просто пиздец честно я скажу это пиздец мне просто не пережить эту схватку поэтому на этом это прохождение завершается я не собираюсь только переигрывать из этого вот они просто в меня впились я не могу идти никуда по идее нахер бы я на этих рад скорпионов нарывался какого хрена с удачей в семь я нарываюсь наставил скорпионов ну блять что взять персонаж тупой это не играбельный персонаж вот просто но но никак он не не двигается и шансов здесь победить ну нет никаких то есть вот он просто в них они здесь во мне прям заспаунились это пиздец на этом прохождении я считаю по крайней мере за этого ебанутого персонажа можно считать оконченным но вообще и как вот этому назвать прям жопой в меня впились у меня есть очки действия чтобы этих скорпионов всех по одному разъебать бегая по карте какого хрена вот просто какого хрена у него нет движения вот он ну перепрыгнет и через блять багнутая игра честно я скажу не знаю сначала она мне нравилась сейчас что то как то не очень в общем на этом мы завершаем персонаж просто умирает шансов я так понимаю здесь нет никаких потому что у меня нет ничего чем бы я мог ответить не пистолетом ничем просто я их ничем не возьму не знаю какая какая должна быть удача чтобы хрен его знает просто их не подвинуть ничего с ними нельзя сделать ну вот и все остается конечно есть но это будет вообще тупо ну это блять и нахуй такую игру в пизду нельзя даже выбраться вот они они должны были хотя бы хотя бы хотя бы появляться не в него мне я хоть в каком-то радиусе чтоб я могу быть подготовлен это что такое в центре оказываюсь ну как это ну предположим персонаж идет по карте да я иду до убежище и как я могу себе позволить вот так себя зажать скорпионами и ну даже если бы каким-то чудесным образом эти медленные твари меня обдогнали и так бы окружили что я не могу вот так вот в бок отойти кто мне здесь мешает он прям клешной свой вот здесь вот зажал и все ни он не может шелохнуться ни я не эти подойти не могут потому что я зажат на перипетии карты это вообще ну просто ну короче то проблема самой механики игры тут ничего с этим не поделаешь опять я отравлен даже своими хвостами не могут они меня отсюда выбить ну а тупость данной игры я попробовал конечно другого персонажа создать все таки тупой персонаж умирает тупой смертью мне аналогичная смерть при тесте была только там меня в ядер богомолвы какие-то окружили или хрен пойми у меня кружа тут нельзя вообще выбраться никуда то есть тут остается только вот до последнего атаковать не пойми кого ну вот и все и пошевелиться нельзя ну вот так вот заканчиваем играть до убежища мы этим персонажем не доберемся уровень не повысим все тупица прощай ты мне не нравился особо темнота загробного мира ожидает вас возможно там вы найдете покой который так и не нашли здесь я хочу все эти фразы смерти услышать ну короче за тупого персонажа играть можно я думаю это бы получилось но меня расстроил сам факт что такая тупая смель при убежище что невозможно даже сбежать я понимаю события не события но не это херня какая-то окружит меня рад скорпион это мне нравится за братву решили отомстить охренеть да реально за братву решили отомстить рад скорпионы я тоже вернусь только уже другим персонажем а этого пока оставим ну и конечно протестить бы для начала до опыта поднабраться поэтому нужно будет создать серьезного сильного персонажа чтобы что-то получалось но на этом пока что все когда-нибудь кулачный бой наверное завершится может быть потому что сейчас мне опыта не хватает чтобы это все пройти ну по крайней мере игра не дает мне это сделать с моей удачей игра ну а тупая вот честно скажу это игра хуйня но блять как такое может быть чтобы я не мог выбраться просто не было возможности действия то есть что это за хуйня это как такое может быть удача 7 это вообще о чем ребята просто удача 7 какого хрена ну даже логически посудить персонаж который идет который идиот даже он все равно так его не окружат со всех сторон посреди пустыни но это игровые условности я понимаю все просто игра решила так заспаунить она может быть на поздних уровнях вообще когтей смерти спаунит хрен его знает может до этого доберусь может нет как будет желание а так на этом пока закончим игра вроде бы хоть и тупая но неплохая если разобраться в механиках я думаю даже можно на вот эти вот шероховатости глаза позакрывать тем более чего можно ходить от игры 97 года ну а пока что на этом все всем спасибо за просмотр с вами был Павел Мясник до новых встреч и да пребудет с вами мясо спасибо за просмотр спасибо за просмотр я буду Продолжение следует...